Игра любовных совпадений Биение моего сердца Для тех, кто хочет найти настоящую любовь Приветствую вас я, ведущий Санжар Мадей И позвольте познакомить вас с нашими ведущими С ними мы попробуем понять, отгадать, разгадать загадку Смогут ли наши участники найти свою любовь или все-таки не смогут Добрый день, меня зовут Яна Чигарькова Я являюсь членом Ассоциации психологов Казахстана Семейный терапевт, ЭФТ-терапевт Здравствуйте, я Камила Асилова, я актриса и следующая Романтические шоу популярны во всем мире Потому что любовь — это движущая сила, которая не имеет границ Самое интересное, что мы получили очень много комментариев в нашей соцсети Это Инстаграм, Ютуб с возгласами «Вау!» И когда же мы все-таки увидим Мы сами с терпением ждали первое романтическое шоу в нашей стране И вот оно свершилось Мои друзья при каждой встрече бурно обсуждают видео-тизерпение моего сердца И многие даже хотели бы подать участие, но, к сожалению, не успели Но я думаю, что такое реалити-шоу в Казахстане впервые Поэтому наши зрители явно в предвкушении Ну и вот это желание заглядывать в чужие окна, оно присутствует Согласен, в тизере мы увидели только лишь какую-то малую толику того, что вообще есть Какие-то отрывки И сейчас мы в предвкушении того, чтобы посмотреть целую серию целиком Как вы ощущаете себя в роли экспертов, ведущих? Ну, я всегда даю очень эффективные романтические советы И думаю, что я могу распознать, у кого любовь с первого взгляда Ну, а я с психологической стороны думаю, разберемся, кто кому симпатизирует Кто какие жесты, кто какие сигналы друг другу подает Ну что ж, ну а я благодаря своему опыту в кино Надеюсь, все-таки смогу разгадать, рассчитать через эмоции, через взгляды, симпатию Или же наоборот Ну что ж, давайте смотреть на экран и разгадывать Давайте Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, девушка Очень Здравствуйте 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 Привет, Викзат Саша Очень приятно Извини Извини Я надеюсь, что я не один такой, который не спал Думаю, что нет Он ярничает О, да Так неловко Очень Яркий у тебя наряд Спасибо На самом деле, это был белый Костюм А почему он желтый? Он очень грязный Или просто ты солнечный? Не буду добивать шутку здесь Здесь цензуры нет Спасибо Сколько времени ты ждала того, что хотя бы я зашел? Минуты 4 Ровно Скоро еще кто-то зайдет Да Коля Опа Здорово, Бигзад. Денис, очень приятно. Взаимно. Денис. Саша, взаимно. Прикинь только что, короче, когда сюда ехал, что-то сидел в ТикТоке, ждал и там разбирали имена славянские, которые на других языках означают разную дичь. Короче, я там помню Денис, короче, на немецком. Денис, что-то, что-то, что-то грязь, что ли. Короче, ты Катя, мне без приколов. То есть это не в цели оскорбить тебя, просто факт. Ну, насколько я знаю, Денис Турецкого моря. Море? Да. Я люблю, кстати, море. Офигеть. Какой бы у вас пульс показан, мне 115? У меня 77. Нифига, ты спокойный, я чего не вернусь? Ты любился Дениса? О май гад. Не ту любую. Вот, я нашел, нашел. А где его пульс? Там написано справа. А, типа сразу. Сразу. Я хочу посмотреть комнаты все. Да, 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 интересно, никакие пути там. Очень интересно. 10 человек, вряд ли 10 комнат будет. Интересно, мы сами будем выбирать комнаты или они уже пред... Блин, интересный вопрос. Мне кажется, по иерархии авторитета буду выбирать. Драться будем? Ничего. Живешь у параши. Неловко мне, наверное, первой быть, да? Да, вообще. А кто из вас первый был? Она. Бедняга. О май гад. О май гад. Ура, девчоночка пришла. Никто не встал помочь, да? Да, кстати, никто не встал. В идеале, да. В идеале, да. Давай, хорошо. Давай, давай, Сташа. Спасибо. Давай, 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 Сташа. А, душа. Давай, давай. Такой припарковался. Привет. Привет. Привет, Кикзат. Привет, Кикзат. А тирке? А тирке? Очень привет. Денис. Очень привет. Очень привет. Саша. А тирке, боже. Занимляюсь понятно. Все с тобой. Красивая девушка. Можно? Где вы воду взяли? На кухне. На кухне, в холодильнике. Ну, чего он там, кухня? Стаканы перед кухней. Тебе налить его, да? Да. Спасибо. Денис, наверное, за водой, да, пошел. Ну, для всех, молодец. Я чувствовал себя таким дебилом. Да. Ну, только один из. Что за знакомство? Давайте я вам подам. Челутся. Да. 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 Это хорошо. И, прикинь, как набухались. Блин, ты не поверишь? Что это за телефон? Я не понял. Я не знаю. Это Samsung. Здесь, скорее всего, 300 мегапикселей. Луну можно, да, увеличить? Да, да. Блин, никогда у меня не было андроида. Твоя камера, может ли? Ну, такое. Сделай, ты сделал, ты сделал. Сделай. Взял, не сделал. Привет. Привет, меня Денис зовут. Анелли. Бигза, Анелли. Приятно. Привет. Анелли. Как такие? Очень хорошо. Я прошу все взаимно. Можешь не дать? Да, конечно. Не, 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 туда. Не, не, туда. Это жутка. Ну, такой флотальный мужчина. Алхам. Денис, привет. Здорово, Бигза. Да. Неочевидно. Сейчас вот. Ситуация. Вообще, никто, наверное, не стоит. Вот только. Что это? Участник не успел прийти, уже готовится к протеиновым коктейлям. Сразу понятны интересы. Будешь, Ан? Есть. Здорово, Бигза. Ну, ян. Ну, ян, привет. Ну, чай. Не знаю. Ну, ян. О-о-о-о-о-о. Давайте аплодировать. Ой, здрасте. Привет. Привет. Как тебя зовут? Это ж Бигза. О, блин. Ну, у меня просто плохая память, понимаете? Просто мы единственное, что можем говорить, только имена. Да, остановись, пока не поздно. Сейчас идет такое уже становление среди своих. Кто на что обращает внимание? Здесь чисто мужское – показать, кто ты, указать свое место, кто лидер, кто нет. Лидером пытается стать парень, который готовил себе протеиновый коктейль. То есть он пытается выделиться и все. И он сейчас взял… Альфа-самец такой. Потерялась немножко. Хорошие дети нам Bears одни. Как пережить захватываете тебя? Она говорит ой. И он жирен card. Альфа-самец такой. Оченьidays. Он пок lifts голову. Я acuerdo. Дом намного больше, чем я ожидала в казахском интерьере. Вот. Здорово, что есть такие классные террасы и бассейн. Давайте обсудим. Что вы думаете о девушках? Что первое бросается в глаза? Ну, мне кажется, самая яркая там Александра. Она еще больше располагала к себе, по общению. Мне кажется, даже раскрывала других девушек. Да, мне тоже так показалось. А Кирке, которая была с телефоном, которая на первый момент показалась такой немножко интровертом, я думаю, что она просто присматривалась. И ей нужно было время для того, чтобы привыкнуть и войти в эту компанию. Мне кажется, она себя еще проявит. Что теперь о парнях? Однозначно Наян. Высокий, красивый, накачанный. Душа компании. Уметь шутить. То есть, протеиновый коктейль сделал свой день? Да, 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 да. Мне кажется, что, ну, бигзад такой. Будь тот, кто будет пробовать первым. Тот, кто будет вообще проверять территорию. Тот, кто, я думаю, будет проявлять активность ко всем девушкам и симпатию. И потом уже, кто ответит ему, вот там вот он уже и выберет. То есть, он уже будет выбирать? Я думаю, что он будет с той, кто выберет его. Что вы скажете об Анеле? Девушке, которая очень скромная. Которую хочется защитить. Может быть, в парнях проснется что-то такое. Защитный рефлекс, что он захочет ее как-то вот... Анель – это такой нежный цветочек. Анеля, Анеля, как помните, в морозко. Полная противоположность – это Саша, Александр. Харизматичная, такая очень интересная, модная. То, что сейчас вот любят парни. Легко вступающая в контакт, да. То есть, бигзад был такой яркий, открытый. Она легко с ним вступила, легко завела с ним разговор. И я думаю, это ее прям плюс. Ну, что ж, давайте все-таки еще продолжим смотреть эпизод. И, может быть, какие-то интересные вещи мы узнаем уже из него. Это, ребята, знаете, я так подумал. Для тебя, девушки, что самое важное? Там грудь, жопа, либо... Ну, сообщение пришло. Эээ, возьми, возьми, не списывай, глядь. О, да, есть только сообщение. У меня нету. У меня нету. Броди, прикинь. Я почему-то не знаю, броди и глаза. А у тебя? Внутренний мир. Душа. О, я тебе говорю, физически, а не ментально. А как же грудь? Грудь, конечно, хорошо, но главное душа. Ментально, конечно, все. Отсутствие лишнего веса. А? Отсутствие лишнего веса. А? А у тебя? Глаза. Глаза, да? Какие такие, типа? Мне какой этот... Какая часть всего... Левая? Ноздря. Не, на пальцы. Ну, в смысле, эстетика какая-то? У девушек, у которых там чуть пухлые пальцы, они когда родят потом, они пухлые. Нет, ты знаешь, ты знаешь, как определить, кстати, еще, типа, склонными или не склонными по лоте, по вот этой кости. Да, тоже слышал. Но мне нравится, когда у девушек такие, знаешь, красивые, тонкие ручки, аристократичные. И при этом ты хочешь, чтобы она тебе хавчик готовила. Я не всех запомнила. Высокий на нем? Высокий на нем? Все на нем? Высокий. Желтый? Самый высокий. Я не заметила. Желтый? Интересно, они нас запомнили? Мне кажется, они даже были. Да. Я ничего не взяла? Ну, я не уверена. Это не точно. Просто это... Ну, такой секретный цвет. Блин, так волнительно. Ирина? Ну, ты уже рассказала, да? Ну, это мое первое впечатление. Как бы я не знаю, взаимно ли это. А если будет взаимно? Не знаю. Со временем посмотрим. Может кто-то другой мне понравится больше. Да. По отношению? Да. По отношению. А где есть было еще кто? По ламке? Да. По ламке? Да. Да. По ламке? Мне нравится, по идее, да? Высокий. Слишком мега активный. Вот это что-то немного отталкивает. Да. Высокий, тихий, скромный. Да. Ну, такой... Конечно, он нормальный. Высокий? Да. Высокий? Высокий. Высокий, тихий. Да. Почему ты понимаешь? Высокий. Не знаю. Просто интуиция. Не знаю, я спрошу оба. Я это тоже заметила, да? Вот этот Денис тоже очень хорошен. Он заботился. Да. Ну, я думаю, обо всем позаботился. Да, да, да. Только один. Такой вот как будто бы надежный. Да. что такое? комфортно да а вот я, мне кажется я не знаю просто слышала папа слышит о Яну мне так показалось кто еще Али Хамада Али Хамада как Эль 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 Хам Мужчина по характеру мы не знаем он такой как битальный мне кажется он в душе кажется только что кажется да я не смотрела в глаза смысл прикольно и в основном еще отношение к это очень важно для меня это очень важно персонал например в таком случае ты узнаешь кстати знаете что мне понравилось что я в куче заговорений я вспомнила кто кружится приготовит кто приготовит девочки он говорит ты умеешь готовить как раз научишься ты умеешь ты умеешь отталкиваешься ну кстати прикольно получилось что у вас фиолетовая да и утром совпало ну у вас хотя бы по цвету телефона да да мы только что увидели я заставку да сообщение я без сообщения я волнуюсь чё а это бензака я не смотрю на мой дом это просто башков что я не помню я не помню это я не помню я не помню что Ну, поздравляю. Если я, то... Нет, по сторонам, да. Очень даже прикольно. Ну, что ж, мы посмотрели еще один, еще одну часть эпизода, что вы скажете. Ну, как ты и предполагала, да, что оказались самыми популярными, да, Александра и Наян. Молодец, молодец. Молодец. Но у них получалось немножко... Бигзат выбрал Александру, Александра выбрал Наяна, Наян выбрал Акерке. Акерке выбрала Бигзата. Вы знаете, Яна, что я подумал, посмотрев этот эпизод? Что все-таки парней могло оттолкнуть именно сама открытость Александры, потому что мы все-таки очень скромные ребята. Когда девушка начинает еще и сама начинает разговор, мне кажется, это некоторых парней, тем более ретровертов, там можно оттолкнуть. Санджар, Александра, в отличие от других девушек, получила два сообщения. Понял, все. Как раз два самых ярких участника, которых мы отметили, да, и получили по два сообщения. Остальные получили либо по одному, либо вообще не получили. У нас Нургуль не получила, и Денис не получили. Бигзат пишет. Александра привлекательная и понимает юмор. Нургуль написала про Нояна. Ноян, потому что высокий. Я же говорила, это просто. Как можно сказать о парне, потому что высокий? Ну, это было первое впечатление. Они толком не пообщались. Естественно, они друг друга оценили по внешности. У ребят было больше времени пообщаться. А Ноан пришел последний, поэтому его и... Но Ян пишет про Акирке. Акирке красивые глаза. А вот Анелли про Альхам написал. Альхам заботливый. Это уже что-то. То есть лед тронулся. И у нас есть, кстати, одна пара. Альхам Анелли и Анелли Альхам. Они написали друг другу. То есть у нас есть первые претенденты на победу. Денис написал Александре. Александра умение адаптироваться в обществе позитивно. Он как будто ее на работу берет. Да-да-да. Он оценил ее коммуникативные качества. Александра пишет про Нояна. Потому что на первом месте Ноян... Пока что на первом месте Ноян понравилась его внешность и увлечение спортом. Так как мне это тоже близко. Парни, спортсмены и те, кто не спортсмены, начинают заниматься спортом. Все-таки смотрите, у девушек внешность на первом месте. Александра так аккуратно написала смс, чтобы у нее было куда отходить назад. Вот я тебя выбрала потому что, потому что, но я еще не поняла, какой ты на самом деле. То есть нужен еще запасной аэродром на всякий случай? Да? Ну, я думаю, здесь она больше про то, что очень аккуратно делает свой выбор. Не могу по парням пока сказать. Нояна, да, он такой брутальный, но в нем очень много каких-то таких мужских проявлений. Если вы слышали, то он уже там говорил про что-то, про готовку он спрашивал, Александра, или что-то такое. То есть у него есть... Он уже думает о том, как будет девушка после родов. То есть у него есть конкретное понимание мужского и женского в браке. Оно, мне кажется, такое традиционное. А современные девушки, они сейчас не все придерживаются именно традиционного какого-то такого воспитания. Поэтому тут, наверное... Ну да, согласна. Я бы не хотела готовить, убираться, если можно... Если можно не готовить. Я тебя потешу. Поэтому да, я согласна. Ну, в любом случае, здесь идет... Пока что она написала. Пока что на первом месте. Но Ян подвесит, что он внешность и увлечение спортом. Вот так вот. А вы говорите, душа, душа. И все, давайте. Моя еда, я ее трогать не могу. Давайте определимся, кто готовит. Вместе. Ребят, ну пропустите, пожалуйста. А что они нам, курицу? Сейчас сейчас холодильник взорвется. О, отлично. В натуре? Да, прикинь. Погоди, блин. Девушки, вот я ради вас приготовил салат с вас. Да, по-моему, это команда. Да, посмотрим. О, салат тоже есть вроде. А это можно нам трогать? Ну, конечно, можно. Можно, можно. Нужно даже. Да. Раз. Это не надо, это этот. Что-то корейское. Баклажан. Короче, давайте вот так. Сейчас готовое поедим, а вечером приготовим. Одно мясо вытащите? Братан, там две курицы. Ну, одну курицу вытащите. Мне кажется, две можно. Давай, две вытащите. Точно это все можно? Толкучка. А где раковина? Точно можно? Типа корда. Что такое? Ммм. Музыки, да, не хватает? Вот видно, смотрите. А где львоват у куста? А там, что за пивки ложки стоит? Братан, там нормальные, я тебе говорю. Не заболеешь, здоровее будешь. Нет, вилки ложки, он говорит, там нормальные. А там есть? Да, да. Ну и на завтра оставь или на ветер. Ну и помните о том, что девушки писали про внешность? Денис пришел на этот проект в шортах и в яркой рубашке. Мне кажется, это сильно отталкивает девушек. Это не совсем тот трех скот, который бы они хотели видеть. Ну это может говорить о том, что он просто визуал и хотел выделиться. А поджариваться, потом сверху подкинули лука. И с морковкой, да? Угу. Затушить. Все, салам алейкум. А приправочек? У нас все нет. Так, а все. А, он забыл о своем питании. В нем есть такой некий эгоизм. Нормально. И вот он даже не пришел сначала знакомиться с девушками. Да, он пошел делать себе коктейль. Сейчас тоже он пошел сделать себе обед. Чтобы быть в форме и понравиться девушкам. Я в караганде живу туда. Чай с молоком будете вылепить? Нет, спасибо. Приятного, брат. Спасибо. А, ну, я сейчас не в хорошей форме. Я весил 100 килограмм. 5% жира. Это прям вау. И я полгода не занимался. Потому что я на бои выходил. Футбол играл. Сейчас я готовлюсь на бодибилдинг через год. И мне надо набирать, набирать. Я поэтому с собой все ношу. Тренировки. Режим. Погнали. Чаи гонять? Еще сметану? Брат. А ты? Можем у нас? Нет. Нет. Ребята, зачем мы сейчас готовить? Нет, давайте на ветер. Давайте сейчас не будем готовить. Давайте лучше посидим, поболтаем. Ну, давайте. Ты не отничаешь? Давай заготовку сделаем, чтобы потом просто взять, поставить и приготовить. Окей? Ну, блин, ну ладно. А, морковка. Мы же еще будем готовить в течение недели. Поэтому есть у кого-то будет предпочтение или аллергия. Одни есть что-то. Баранину нафиг. Ну, пацаны, смотрите, расклад такой. Девочкам нужно еще время на то, чтобы собраться. Так что кухня ваша. Ну, остальное все с вас, да? Обед и ужин. Ну, постараемся. Да, можно так договориться. Давайте завтрак с вас, обед вместе, ужин мы. Да. Все договорились. Поровну же, справедливо. Давайте вот так, завтрак наш, обед ваш, ужин общий. Слышь? Ну, думаю, что здесь не будем кушать. Странно, я вроде такой голодный был. Пойди, уже скучно. Как вам обед? Ну, так себе. Лучше сама готова. Честно. Ты без готов? Так, так. Твое коронное блюдо? Паста. Паста, а у тебя? Коронное блюдо, макароны с сыром. Я бы в этой ситуации сама встала бы и накрыла стол. Мне кажется, я бы таким образом обозначила, что я еще и хозяйственная. Но в будущем не собираюсь готовить. Да, очень странно как-то. Да, но ведь иметь. То есть, сначала показать, что вы хозяйственная, а потом я не буду готовить. Да, главное, что я у меня... А это была демо-версия жены. Все, это абсолютно платно. Продлевать будете? Берите замуж сразу. А у тебя какое коронное блюдо? А я не скажу, да, такое? Хинкали. Хинкали? Ты готовишь хинкали? Да. Я был по... Ой. Все по какой-то степени запомнились, но мне кажется, я не смогу поладить с Нойаном. Потому что его жизненные взгляды не совпадают с моими. А я с такими людьми не могу поддерживать диалог. Итак, дорогие друзья, мы решили добавить небольшую опцию для наших участников. Дамы, девушки узнали, где находится какой парень. И теперь они могут выбрать, пойти ли в ту сторону, в то место, где находится их. Не сказал бы, может быть, их любовь, но хотя бы парень, который им нравится. Ну, это такой шаг, сразу проявить свою симпатию. Очень смелый шаг. Мне кажется, сейчас мы можем понять, кто кого выбрал и кто куда стремится. Хм. Хорошо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 все закрепляем современный мир все-таки мне кажется можно на такой чудесной ноте закончить принципе мне нужно время собрать все хорошо у них разные взгляды на семейную жизнь у него уже есть свой какой-то психотип человека который ему нужен он понимает что он хочет он видит такую традиционную семью где женщина держит быт вот когда такие пары сходятся друг с дружкой они начинают вот влюбляются например да но они абсолютно не подходят они начинают друг из друга лепить она ему начинает нести ну что-то такое домашний ну надо куда-то выходить у него происходит наоборот он начинает ее пытаться усадить дома на этом очень много конфликтов поэтому вот таким парням девушкам лучше не сходиться чувства проходят остается именно какое-то взаимоотношение уважение друг друга если этого нет его в черный список свой тебя я вычеркиваю три дня сидел видим три дня и три ночи привет 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 да поспала подружусь с другими да с кем комнате саша ну очень хорошо общаемся переживаешь но не так нормально не слишком вот это куток и зашел к сбору же сел еще часы только настроил там 140 я такой ничего с ним там сердце ничего вообще двигатель какой-то стоит мы поговорим о чем pouvez сейчас секрет секрет не все то больше а что у нас высоке если в обониске она бы сказала Настоящая девушка, жеманная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова вот это неловкий момент а это пришло она или ту кого он выбрал поэтому он так и обрадовался скрывая реакция понятно там улыбку было не стереть сейчас будет неловким сейчас будет конкуренция а мы спали видео все спать хотели я хочу я не хочу все спать хотели смотрю да походу я не теплая я могу там раз в полгода мороженое съесть и все в принципе а то есть что-то ем сладками сразу так в живот все уходит я не знаю правильно или нет но вот анель это у нас было ну как то вот чувствуется это не хорошая аура что ли я не знаю мне так показалось просто и как-то и мне тоже немного он подходит за столом когда мы вот близко общались она этот амире там немного классов долго ждала на высокой а где-то час ждала ты где-то 40 минут почта на полтора часа и потом поплавать если можно будет ну завтра кажется интересно будет завтра даже кажется первый день же так и знакомства же пока мы друг другу так принюхаемся не знаю реально к спрессии про себя не рассказывать не спрашивай капец чужого общения поддерживать да да вот прикол будет если касса можно было про себя рассказывать когда можно интересно как я понял первый день нельзя да первый день кажется нельзя только первый день а я думала на свиданиях можно про себя я тоже 1000 спрашиваю точно точно иди садись это было точно не едят да да я к телефону только привыкнуть не могу кстати да да часы вообще блин такой сидишь пацаны прикалываются же типа на кого-то смотришь он такой пульс покажи отдыхать ягодный секрет так как я понял кто-то без пара достался интересно кто остался без пары мне кажется денис но денис да без пара мне вот очень жаль да ему и смс не досталось и еще никто к нему на свидание пришел но он себя не проявил он так очень как-то закрыта очень зажата твой идеальный тип идеальных не было какими параметрам смысле внешне или давай внешне какие внешне так так в идеале чтобы она была шатенька каре 165-170 просто у тебя идеальный тип близкий к идеальному да ненавижу усы ненавижу усы не в обиду моему папе чтобы был выше сто восемьдесяти потому что я на каблуках примерно сто семьдесят пять наверно или я хочу чтоб меня выше были даже когда я на каблуках а кстати у меня вопрос возник из участников скидывать хотела бы сказать ты удивишься ни с кем но такие кстати пара не очень достаточно хороший получается между ними нет неловкости юмор смех она смеется над его шутками это уже успех причем натуральная а у тебя когда последние отношения были крайние полтора года надо скажите долго давно давно да ну тебя что а у меня же сейчас жена дома твой детей жена а где вторая вторая жена да вторая жена короче кастинг сюда не прошла таки дура я ее и вынул сразу даже сюда не прошла блин можно я третий третей женой да я прям всю жизнь хотела быть именно третьей женой не второй не первый а третий ну давайте контракт скину а там контракт есть конечно хорошо а если я не пройду кастинг ну тогда извини там жестко все сразу видно по лицу по жестам ему стало комфортно угу ну бигзат в принципе такой человек ему легко мне кажется вступать в коммуникацию с любым человеком а ну для участников программа подготовленная приветствия вечеринка welcome будет туза ништя ништя давай наверное готовиться к вечеринке да увидимся позже киткингел фанет панелбер а этот цархот можешь с собой взять мне нравится как она себя ведет да нравится нравится да то есть это такой возраст я предполагаю 19-20 когда все такое прям все понятно для нее как она думает и она готова говорить всю правду в лицо то есть это вот без жеманства да она очень прямо говорит нет просто ты мне понравился да когда у вас были последние отношения у меня год назад были последние отношения но они ну как не сильно серьезные были получается мы только три месяца встречались потом я улетела получается в другую страну и мы перестали общаться ну из-за того что ну я узнал узнал а потому что о плохом короче это первое это у тебя раскрою тоже два года назад было это серьезные отношения было очень давно расстались мы с характером наверно не сошлись ага а теперь ты когда были последние отношения так сейчас двадцать третий год мне погода надо считать мне погода надо считать у меня в двадцать первом это мои первые единственные отношения были они длились они длились у меня два года они расстались вот потому что тоже типа с характерами не сошлись вот и кто так ладно так я еще вопрос задам а какие качества это по идее был вопрос так развернуто ты бы хотела видеть молодого человека и ответственность надежность и конечно же поддержка понял тоже доброта ну чтобы он то что сказал чтобы сделал а то бывает такое и не обманывал и мне нравится однолюбы которая одна девушка нравится и все вот так девушки которые они сидят без дела не в плане в том чтобы пойти где-то погулять и так далее а которые ну чем-то занимаются хотя бы не важно спортом там книги читают развиваются типа для меня это очень важно чтобы когда я разговаривал с человеком там не только были там всю семьюсти а чтобы что у человека было в голове конечно и так же мне типа главное это чтобы как сказать даже ну типа чтобы не было просто оболочка там условно жены которой приходишь еду дала поел спать а типа чтобы вдруг больше все это было как-то так а там говорили что-то типа то что возможно типа так то так я такой да не может такого быть а там еще девушка есть ну типа вы и что еще ко мне подошла ты типа и что не расстраивайся если никого не будет а заранее готовить ну ладно хорошо в итоге что-то наоборот все вышло а я думал типа вы как решали я думал типа четвером садитесь и так выбирали я думал типа кто кому оказывается сами посидят такой а потом уже ставки успели поставить а да спорим один будешь а на меня ставили и на Данила то что ты один будешь да и Денис да я такой ну давайте я особо не зато в душ схожу в душ хотя бы успеет сходить это же я могу сказать что у меня было съедание с моей девушкой да шучу шучу первый раз такой наверное ну у меня тоже первый раз как бед это максимально неловко вначале такое типа что я сижу уже не понял уже начало я такой а сейчас застум скажу что вы понимали мне кажется я больше всех себя неловко чувствую сейчас конечно я понимаю тебя ты там весь красный да да спасибо сколько там у тебя мне не показывают меня не показывают секрет ты такая а ты скрываешь да ну так ладно не важно как ты думаешь о кирке поняла что ему нравится онель наверное да после ситуации с ложечкой получается ему нравится онель а о кирке нравится он хотя сообщение она писала бигзату ну почему то можно возможно не настолько ей понравился бигзата и она хотела узнать другого какого-то парня ну здесь ну здесь как мне кажется он ей явно нравится на кирке он улыбается смотрит на кирке о я придумал какие у вас внешние критерии для парня конечно ну пресс пресс это очень честно уже не буду брать рост наверное еще ухоженность 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 он должен не скажу прям совсем вылезно чтобы было прям опрятно аккуратно красиво понял в твоей очереди ну высокие парни нравятся и более такие мужественные и чтобы глаза были красивые а высокие типа слова растяжимое типа высокий может там выше меня просто выше меня тоже некто метра девяносто пять нет девяносто пять точно это слишком когда слишком большая разница огромная большая разница да это выглядит меня не будет вообще хотя бы как сказать правильно компактные ну типа такие небольшого роста удобные небольшого роста стройные и с милой улыбкой улыбкой да вот все по идее вы больше вообще пришли для опыта или попробовать что-то найти реально здесь я хочу реально найти ага я хотела попробовать что ну мне было интересно угу ладно типа найду найду не найду то опыт будет типа то что да да на камеру общение с людьми общение с девушками нового знакомства нового знакомства так что я уже как минимум не разочарован и вот его так жалко ну да он как-то и сразу показал себя не очень уверенным в себе человеком это видимо просчиталось у девушки во-первых он не делал никаких шагов и к нему не делали никаких шагов поэтому оказался аутсайдер угу окна у тебя кажется кроется еще больше да наверное просто среди тех девушек которые участвуют в конкурсе нет именно той которая выбрала бы его за его качество то есть они не разглядели наверное в нем угу так у нас сегодня вечеринка 19 00 собраться в гостиной welcome party у нас есть два часа дальше да это надо наряжаться или нет так наряжаться надо или нет я думаю да потому что написано вечеринка да я тоже думаю все тогда мы подготовимся пойдемте готовиться вечеринка ну что коллеги давайте обсудим выбор девушек насколько он совпадает или не совпадает с тем что мы увидели ранее камил ну если взять ситуацию с александрой и нояна мне кажется она очень пожалела чтобы зашла к нему что очень такое неприятно обожглась скажем так по самооценке прям очень ударила ну мне здесь кажется когда она выяснила что он ее не выбирал там пошла такая некая предвзятость и все что он говорил уже оценивалась с минусом с отрицательным если бы он сказал что александр александр я тебя ждал только тебя только ты александр я тебя ждал только тебя только ты да и потом говорит я люблю когда женщина готовит она такая да что ж я тоже научусь ну это было понятно с первых секунд когда зашла александра то у нее она на лице не было той радости если зашла кто-нибудь другой поэтому мне кажется александра выберет кого-то другого из парней бигзат бигзат дальше был бигзат нургуль нургуль вот эти мне кажется выберут друг друга нургуль потому что она сказала мне никто не нравится а ты прикольный я думаю это действительно так пока она не проявила ни к кому своей симпатии она скорее оценивает мужчин так ты мне не нравишься ты мне не нравишься ты мне тоже не нравишься бигзат но ладно давай ты не знаю мне кажется она ему не подходит ему нужна такая более скромная вот ну он заявлял о том что ему нужна та которая будет оказывать ему поддержку нургуль как раз таки я думаю что она очень критично и плюс вот этот сарказм и если ей что-то не будет нравиться она не сможет ему говорить давай давай у тебя получится ты сможешь и как раз таки она может его самооценку там разрушить дальше у нас сальхам я промолчу все мы теряем альхама здесь но почему камила это очень некрасиво нужно заранее продумать даже мужчины так у него не было времени заранее продумать смотри он вообще не ожидал что к нему придут две девушки для него эта ситуация такая из ряда вон выходящий он сам оказался в стрессовой ситуации и мне кажется он уже в конце такой типа кто-то останется без пары и надо смеяться тоже немного взбесило меня интересно что у нас нургуль поменяли свои мнения и о кирке выбрал на наяна и пошла на свидание к бигзату я думаю что она за столом разглядела наяна а кирке выбрала бигзата пошла к альхаму с чем это связано как вы думаете я думаю что они еще не определились и первое впечатление у них сменилось либо они просто хотят посмотреть других парней из этой логики можно предположить что о кирке вообще выберет кого-то третьего с тем с кем она просто еще не общалась понятно давайте смотреть дальше о достойно я думаю не особо даже разнообразие присаживайтесь вау ты мне занял место? конечно спасибо сфоткали? все по дамам убирайте еду пищпакеты достаем фенари господа господа конечно от того раза ты всегда даст стриптизер стриптизер сейчас приходит на шоу а блин что можно осторожно что ребят как ваше свидание и все молчатно мне сказать нечего а я у одного был самое горячее свидание у кого было? у кого было? знаю тут одного парня не хотели вы рассказать ваши эмоции когда вторая дошла? это было неожиданно и очень приятно так неожиданно и приятно очень приятно что ты в этот момент подумал что ты в этот момент подумал оказывается я такой красавчик Я в Афе где был, я только вначале не понял, мне было жутко неловко, типа сел с ними двумя, ты такой, типа, о чем поговорить мы с ними? Ну, очень не ловко ситуация, как по мне. Очень не ловко ситуация, как по мне. Давайте по часовой стрелке рассказывать, у кого как по часовой стрелке. Седание нормально, нормально, в целом я очень не ожидал увидеть Бургуль. Что-то посидели, поржали. Я не знаю, сколько моих слов она восприняла серьезно, не знаю, было весело. У меня было очень весело. В основном, мне кажется, мы не серьезно говорили, но это был хороший опыт, так скажем. И десерты очень вкусные были. Всем спасибо, что нам предоставили такую возможность. Вот. Ты довольна, да? Да. Мне было немножко неловко, конечно, но свидание хорошо прошло, мне кажется. Саша, вы? Интересный опыт. Никогда не было у меня свидание в юрте. Интересно, что парни сгрупповались, да? И девушки сгруппировались. Парой сидят только Александра и Ная. Не, есть такая игра, по-моему, она по кругу идет, что ли, в одну или другую сторону, не помню. Типа, по одной приятной вещи, которая тебе визуально, короче, нравится человеку. Просто фигачим. Ну, мы как-то парни парнями сидим. Просто поменялись местами. На дуре. Прогнали нас со своим весом. Еще. Он смешной. Он? Да и смешной. У тебя офигенный цвет волос. Спасибо. У тебя красивая улыбка. Спасибо. У тебя брови красивые. Спасибо большое. Аристократичная внешность. Благодарю. Классно. У тебя очень красивые глаза. Глаза так и сдал. Ну, по фактам. Да. У тебя очень необычная внешность. Спасибо. Ты в отличной форме. Спасибо. У тебя, знаешь, такое мультярное лицо, внешность. Как аниме же есть, вот корейский. Вот такая она. В хорошем плане. Все дальше? Да, можете меня задавать. У тебя голос приятный. Серьезно? Да. Вау. Мне кажется, ты будешь хорошей домохозяйкой. Или есть хорошая домохозяйка? А, ты умный. Серьезно? Да. Мне так показалось. Что ж, что ж, ты умный. Это ж нулёбки-то. Здесь даже стекла нет. Так, тебе. У тебя хорошее чувство юмора. Спасибо. Ну. Ты очень мужествен. Ребят, у меня есть вопрос. Давай. А, что вы испытывали перед первым свиданием? Особенно интересно про парня, потому что вы же сидели и ждали. Какие у вас были ожидания? А, сегодня? Да, сегодня. Я прям, я еще полчаса поспал, такой, убитый. Сижу такой, у меня опухоль лица. Я сижу в этом кинорубе жаркий, такой, думаю, ну, никто не придет, наверное, ну, все. Может, я дальше пойду посплю? Нет, пришел человек. Я минут 10 сидел, никого не было. Я такой, ну, с одной стороны, обидно, а с другой, типа, я до душа хотя бы дойду, наконец-то. Схожу в душ. А потом нет, подошли люди. Я один. И вот было волнение жесткое, а когда еще двое пришли, это волнение х5, кажется. Вот это так. У меня дома бриллиантовое кольцо лежит. Какой у тебя размер? Не скажу. Ну, ладно, не говори. Окей. О, он! Кто тот участник, который заставил ваше сердце биться сегодня? Передайте свои чувства через сообщение. А у нас у всех, значит, одинаковые сообщения. Ну, что ж, мы посмотрели эпизод с вечеринки. Какие будут мысли, кто кого выберет и кто кому отправит смс? Мне кажется, что Александра сейчас будет фаворитом. Да. Мне кажется, что Бигзат на нее очень так внимательно смотрел. И Наян сейчас ее выберет. Мне кажется, Бигзат останется с Нагуль. У меня такое ощущение. Ну, они почти не общались. Да, и сама форма общения была достаточно сухой. Даже когда его спросили о свидании, он как-то достаточно сухо ответил. Поэтому я тоже думаю, скорее всего, фаворитка будет Александра. И насчет Наяны не знаю. Он сказал, где кольцо. Да. Он сказал, у меня как раз лежит кольцо, давай, я хочу жениться на тебе. Я думаю, что он как раз, когда он оставил ей место, если, например, сравнивать с Бигзатом и с Нургуль, то Бигзат вообще не проявил никак, он сказал, да, мы прикольно поржали. Да. Вот. То Наян ждал Александру. Он говорит, я оставил тебе место. Потом ему очень понравилось, что она говорит на казахском. У Альхама было двойное свидание. Поэтому, возможно, только одна за него проголосует. Ну, я думаю, что они так и останутся, Анель за Альхама, а Альхам за Анель. Ну, и Денис у нас пока аутсайдер. Так, а вот кого он выберет? Ну, так как к нему никто не пришел, я тоже не знаю, может быть, Александру опять-таки. Мне тоже так кажется. Ну, даже на вечеринке он практически ни о чем не говорил и ни с кем не контактировал. Поэтому тяжело-тяжело подумать. Он сидел рядом с Анелью и с Акерке. Он, кстати, Анелья сделал комплимент, что у него красиво волос. Да, может быть, то, да, Анелья. Давайте посмотрим. Что? Альхам, альхам, альхам. Альхам, альхам.